В предыдущие годы танец Орла борцы исполняли под стенами Кремля и бой курантов. В 2015-м Всероссийский фестиваль ГТО, в рамках которого проводится бурятская борьба, перенесли на поклонную гору, посвятив юбилею победы. Для представителей национальных диаспоров в Москве это особенно символично. Борцовские поединки проводились неподалеку от места, где в ближайшем будущем должен появиться буддийский храм. Интересно наблюдать монголов, тувинцы. Они всегда славились в национальной борьбе. Это их школа борьбы, тувинская школа, бурятская школа борьбы. Здесь же и кавказская школа борьбы встречается. В принципе, интересно. За Кубок Дружбы Народов борются представители самых разных национальностей. Это буряты, монголы, казахи, узбеки, тувинцы, калмыки, русские и кавказцы. Как правило, все профессиональные спортсмены из разных видов единоборств. Мастерство борцов, конечно же, оно улучшается. Вы видели такие бескомпромиссные схватки, которые чередуют кучей приемов. И, конечно же, увидели зрителей, которые реагируют на те или иные проскидки. Это очень важно, я считаю. И мы таким образом популяризируем вид спорта, популяризируем здоровый образ жизни. Как ни стараются представители других национальностей, Кубок традиционно достается бурятским борцам. В этом году абсолютным чемпионом стал Баин Жембиев. Я очень рад, что выиграл этот турнир здесь, в Москве. Первый раз боролся на поклонной горе. Соперники были сильные, но первые схватки были тяжелые, так как еще коммунистация не прошла времени. У нас пять часов разница, знаете, за это не выспался, что ли. Но там третий, второй схватки уже нормально стало. Соперник Жембиева по финальной схватке Евгений Журбаев получил приз за лучшую технику и занял первое место в весе до 70 килограмм. Второе и третье место поделили тоже борцы из Бурятии. А среди тяжеловесов призовые медали достались монголам. Также монгол Гантулга Голсандавжо получил специальный приз за лучшее исполнение танцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости дня. Москва.